Дядь Фаэм, тяжело тащили, нет? Ну да, хотя он уже окоченел. Ну конечно холодно, у меня руки окоченели. Вот на этом близко взялся. Эта катушка клюнула, смотри, вон он поплавок, видишь где? Ну-ка давай вот сюда встань, возьми-ка, будь оператором моим, я попробую вытащить его. Ну, на ощупь, как там? Ой, не знаю, что-то за степ, что ли, какой-то. Травы намотала? Намотала. Наверно. Наверно. Вот. Вот. Ну вот, ребята. Да. Только сними поближе его. Вот. Вот, ребята. Поздравьте меня, первый сазанчик. Да, пятнадцатого. Радостное лицо дядь Фаима говорит о том, что первая рыбка, первый жерех уже есть. Не говоря о том, что дальше будет. Правильно, да? Ну что, можно поздравить. Какое число сегодня? Пятнадцатый? Пятнадцатый марта, да? Пятнадцатый марта. Две тысячи двадцатый год, ребята. Вот, пожалуйста. Первая рыба дяди Фаима. Все. Я вас всех поздравляю, ребята. Дай бог нам удачи и здоровья. И вам того же, ребята. Такая прекрасная природа и такой собачий холод, ребята, что аж запел врагу не сдается наш гордый варяг. Представляете? А все-таки у природы нет плохой погоды. Это вы прекрасно знаете. И по песне, и по самостоятельности, и в жизни. Поехали. Я зайду с этого. Да, да, да. Вот смотри. Смотри, что делается. Вот этого поплавка нет, ребята. Видите? Леска натянутая стоит. Время от времени вот так вот дергает она. Вот, ну, поскольку она не размотала, рыба не очень большая. Вот так вот, вот так держи. Тащи без посак, он хорошо сидит. Ну, с Богом. Ну, как это деться. Это правую ногу засмениваю? Вот он поплавок. Видите, идет? Далеко утащит? Вы до СНС, помнишь, ногами вот так топовый? Сознанок таскал. Очень раннее утро. Какая красота. Прям не хочется вставать. Ну, холод заставляет петь песню. Врагу не сдается. Какая красота все-таки. Работает профессионал. Ребята, гладите петь песню. Вот такой же. Ну, вот такой бодрый. Бодрый. Есть ли? Так. Напишу. Сорвалось. Опа. Есть. Вот, ребята. Смотрите. Раз. Два. Держу их пока. Три. Четыре. Здесь, говорят, рыба есть. Держу. Так. Ну, он не очень большой. Да, это понятно. Ага. А твой? Чё тут, на двух, что ли? На двух? Я про чё и говорю. Да ты чё? Ну, у меня молчит. Вот. Это высший пилотаж. Чё? Я не вижу. Дядя Фаима сразу две удочки клюнуло. И вот он пытается их вытащить. Они на зацепе. Здесь только корят. А они на зацеп ушли. Они ушли. Вон они. Крупный? Не знаю. Я на зацепе сидит. Но я его наглым образом... Вот он, смотри. Наглый, да? Наглый. Вот он. Вот он, маленький. Какой маленький, блин. Килограмма на два, на три. Да? Да. Вот я его... Сейчас я спрыгну. Стоп. Я спрыгну сейчас. Вот он, пожалуйста. Сфотографируй. Ага, сейчас. Видишь? Красавчик. Вот он. Вот он, малыш. Вот он. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Вот там. Опа. Ага. Вот сюда положи. Вот сюда положи. Молодец. Молодец. Все, вот он. Сейчас мы его... Ребята, я завел машину. Я так продрог на улице. Смотрите. Что поймал Эдуард? Смотрите. Я через окошко снимаю. Ну, красавчик. Подойди ближе. Еще ближе. Еще. Вот так покажи его. Поперек. Поперек. Во-во-во-во. О, смотрите. Это вообще красота, ребята. На фоне природы. Это в районе ниже Кунаевского моста, ребята. Это вообще район, это самое, Патриота. А? Да, да, да. Вот смотрите, какая радость, ребята. Он за ночь стал профессионалом. Добрый вечер, ребята. Ровно сутки с копейками мы отребачили. Держи вот так. Ага. Походи сюда. Пошли. Я сня пешки возьму. Не надо, не надо брать. А ты хочешь, это, улов? Да. Видите только садок-то. Занис, 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 занис. Занис, бери. Сейчас, сейчас, я. О-о-о. Готовы? Да. Вот так. Вот это. Вот, и самый хороший сверху лежит. Смотри, он красавчик. А вот здесь еще один, да. Ну, пошли, давай, берите. Взялись? Взялись, взялись. Так. Ребята, дорогие друзья, помните, я говорил, что у меня была лодка пластиковая, такая легенькая, 38 килограмм. Вот как раз на этом месте он первый раз у меня слетел. И вот я тогда, когда второй раз он слетел возле Бакануса, я написал записку. Нашедшему счастливого плавания. Я оставил свой телефон. Ну, ребята, можете не звонить, но хотя бы поприветствуйте. Ребята, до конца досмотрите этот фильм, этот ролик. Очень интересные события происходят на рыбалке. Это весна. Полна неожиданностей. Сазан берет, то жерих берет, то еще что-то, то обрывы. Очень-очень интересные весны. Это не та пора, которую мы всегда ждем. Рыба бывает и капризной, и бывает она, и жор у нее, и непонятно, потому что сама природа все карты раскрывает. Ну, что вам? Удачной рыбалки всем. Еще раз с праздником на УРС. До встречи. Яму, которую мы нашли, ребята, она очень, как говорится, нас удовлетворяет. Но очень много зацепов. Это вот берега обваливаются. Целые деревья плывут, и где-то они останавливаются, создавая препятствия. Но мы сели на соединение обратной воды и основного течения. Вот именно в ту точку я старался попасть за кидушкой. Но я далеко не бросаю. Самый большой бросок это 10-11 метров. Вообще я бросаю 6-7 метров. Ну, чтобы она попала на ямку. Чем дальше бросишь, тем больше зацепа будет. И еще за кидушки я свои первосортные, которые я сделал, безинерционные. Они у меня так и в упаковке пролежали эти двое суток. Не знаю, привычка, что ли, вот такими вот маленькими за кидушками ловить. И люблю чувствовать рыбу руками. Не знаю, это мой недостаток, наверное. Вот опять я вываживаю, наверное, да. Вот, смотрите, этот сазанчик, между прочим, сорвался у меня. И видите, он идет хвостом. И когда он сорвался, у меня до того острые крючки. Что он опять зацепился. Представляете, за хвост. Я его вытащил за хвост. Вот что такое острый крючок, ребята. Я все время напоминаю угол атаки. Угол атаки. Это, с одной стороны, я шучу, подкалываю. Но, с другой стороны, это играет огромное значение. Особенно вот этот маленький изгиб, который я делаю. И затачиваю его, как заточку. Это очень здорово помогает. Та же проходящая рыба. Я помню, один раз в жару ничего не клюет. Представляете, такая жара. И катушка нарушает тишину. Когда я вытаскиваю, там, оказывается, проплывал сом мимо вот этой кукурузинки, где я поставил. И зацепился бочком. И, знаете, пробило его шкуру. И вытащил я соменка килограмма на 15. Представляете, просто так. Потому что заточка, заточка крючка играет огромную роль. Вот это место, это ниже Кунаевского моста. Вы это прекрасно здесь были, знаете эти места. Так что, опять, вот, в комментариях пишут, где эти места. Ребята, еще раз говорю, не ищите эти места. Давай. Давай, 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 все равно. Ну и что, маленький, и отпускай. А нет, в принципе, можно вытаскивать его. Пойдет он? Потом замерим, сколько сантиметров. Второй день. Рыбалки. Вот здесь что-то колдуют. Это перец. Это уезжают наши рыбаки. Я хочу им подарить одного сазанчика. Я, Толя, опустишь? Не, не, я сейчас сам опущу. Иди. А я отпущу. Я сейчас сам опущу. Там достанно. Спасибо. Конечно, конечно. Пиво запрещенное, оно чересчур вкусное будет. Вот, ребята, очередная поклевка. Что-то резкости нету. О, появилось. Смотри. Здесь зацеп есть. Если зацеп попадешь, он не выйдет. Да, я его туда-сюда пытаюсь раскачать. Ух ты. Ух ты. Фу, как дергает, а? Ну, 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 вот этот сжигит наш Эдуард. За ночь стал рыбаком, да? Смотри, какой у него это адреналинчик-то. Второй на подсаке. Не спеши, не спешите. Пока воздух не глотнет, не втыкай ему. Пусть, пусть путает. Все, пусть путает. Не видно еще. Не видно в том-то иде. Вот он, вот он. Он небольшой. Небольшой, да? Как небольшой? Нормальный, вон. Не дергает, что? Эй, так не заносит только через голову. Вы что делаете, ребята? Только через голову одевать. Эй. Через голову. Вот так, о, молодец. О, красавчики, ребята. Эдуард, ты за ночь стал великим рыбаком. Мастером. Да, мастером, фломастером. Теперь рассказывай. Угол атаки вычисляется по какой формуле? Лагранжа. Ой, молодец. Видишь, он знает формулу Лагранжа, ребята. Значит, он уже будет рыбак. Блин, простите, простите, ребята. Да, да, да. Вот они, красавцы, полетели, ребята, смотрите. Журавли? Да, журавли. Лебеди. Смотри, это он сам все нанизал. Ты же сам нанизывал, да? По школе. Да. По урокам. Дядь Фаима. Сюда, вытягивай. Молодец, слушай. Красава, красава, блядь. Просто красава. Так, ребята, я вам одного сазанчика отдал. Давай, наверное, еще одного сазанчика я вам отдам там. Хорошо. Вот, ну, чтобы домой привезти, пожарить. Чтобы у вас была душа полная, понимаешь? Он тебе даст сазана. Да. И выберешь себе хорошего сазана. Иди. Вот, смотрите, какой сазанчик. Вот, ребята, стоят удочки на жериха. Основная... Основная рыба прошла уже, потому что, говорят, что на противоположной стороне, где Ак-Коль, там они ловили по 30-40 штук. Но, вы знаете, у нас такого нету. Значит, рыбы хода сейчас нету. Вот он очищает весну. Раз, два, три, четыре, пять, шесть штук мы поставили. Вон она, блестенькая эта. Что-то она вверх всплыла. Дядь Флаим. Значит, на червя взялся, да? На червя? На червя взялся. Расскажи, как ты пошел туда и что он взялся? Да, и я решил переставить. Так. Вот. Я решил переставить закидушку. Так. Вот, чувствую удар. Думаю, показалось, может быть, там трава. Потащил еще раз удар. А как жил? Вытаскиваю, а там жерешонок сидит. Жерешонок, мать. Ну, покажи, ты же. Маленький. Глаза. Глаза хоть покажи. Маленький, красивый, нежный. Вот он. Ну, что? Я тебя целую, мы отпускаем. Все, плыви. Теперь я тоже в душе. Первую рыбу, как говорится, отпускать нельзя, но это уже... Это не первая. Это уже пустится за дна. Все, ребята, вы отдали маленькую рыбку, пусть большая придет. Папа, мама придет. Нормально там получится? Иди ко мне, мой хороший. Иди сюда. Вот еще один. Клюнул. Вот так, иди сюда. Подошел проверять. Смотрю, ушел поплавок на глубину. Вот он, сазанчик. Не знаю, килограмма на два, может, даже больше. Приходится самому и ловить, и снимать. Ты, мой хороший, иди ко мне. Смотрите, как рыбачат на или. Это сазаны. 15 апреля. Так, сейчас, дядь Фаим. Дядь Фаим, что, клюнуло? Клюнул, сазанчик. Сазанчик клюнул, ребята, ночью. Плохо видно. За корягу ушел. Где-где-где леска? Вот я вижу леску. Вон он пошел. Под саком иди. Под саком? Сейчас, 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 сейчас. Чуть ближе, чуть ближе. А, все, вижу, вижу его, вижу. Хороший, хороший. Вижу, ох, какой крепкий, а? Крепкий, крепкий очень. Давай, давай. Сейчас сможете светить? Отпусти свет свой. Ага. Вот он, вот он вышел. Сейчас, 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 я под сак возьму. Под сак возьму сейчас. Стреляй. Тихо. Ароматом. Надо надеть его. И наденешь, он уйдет. Сейчас. Ага, хорошо. И. Молодец. Красавчик, молодец. Будешь у нас работать. Ага. Вот так. О, оторвался. Я буду было оторваться. Ой, хорошенький. Ну что? Хорошенький. Ребята, классика. Упяти? Ребята, дядь Фаиму можешь личико сфотографировать. Давай посмотрим, на что взялся он. Стоп. Мы фирменный кевларчик, тоненький. И смотрите, маленький крючочек. Золотой. Вот это, сейчас. Вот, смотрите. Да? Вот, ночная рыбалка. Один, один ушел. Да. Хорошо, что вы пошли проверять. Да. Молодец. Если бы я один, я бы не вытащил. Друзья, адреналина выше крыши. Да. Вот, пошли проверять ночью закида. И вот такой красивый сазанчик нам попался. Сейчас делать шашлык, думаю, пусть пока догорит, аппетит нагоняем. Правда? Да. Вот и нагнали адреналинчик. Сейчас мы поправим снасти и снова закинем на то же место. Прям удачно. На этом месте уже два сазана, вот именно на этот закид. Помнишь, Роман Бедалич говорил, что вот этот шашлык надо есть в этих металлических перчатках? Да. Да? Тебе я думал бы, что это. Вот если ты корыть, то борта сделаешь пониже. Ага. Тебе гореть ничего не будет. Нет, знаешь, как гореть не будет, я тебе скажу. Он есть, типа, уголек еще чуть-чуть попозже мы положим. Вот один раз нормальный. Знаменитый шашлык от дяди Фаима. Баранина на берегу Ильи. Антрикот? Да, это антрикот. Так. О, дымо. Приветствуем вас. У нас не только антрикот, но мы еще и рыбу сегодня поймали. Ой, рыба шикарная. Рыба шикарная. Улов у нас замечательно. Сегодня у нас два сазанчика хороших мы попали. Одну ночью вытащили. Два вечерком, да? Те штуки. И все почти одного размера. Два, два с половиной килограмм. Ну, это здорово же вечер. Именно в марте месяце на кукурузу. Да. Раннее утро. Мы с дядь Фаимом, такие ранние пташки, проснулись в пять часов. Вот. И уже адреналин играет внутри, в крови. Чистка снастей. Да. Чистка снастей. И прям вот тянет проверить наши закида, которые мы поставили вчера вечером. Вот. Один... И самое главное, самое главное, чистка блесен, потому что сейчас самый момент клево, ребят. Если вот прозеваете вот эту утреннюю зорьку, никакой рыбы вам не видать. Вернее, будет, конечно, но основа сейчас вот, именно перед рассветом. Луна ушла. Сейчас мы что делаем? Меняем насадки, все, да? Сейчас мы чистим блесну. Вот, посмотри. Вот она под ногой блесна. Вот, посмотри. Это блесна, которую я самодельную сделал. Для этих мест нужна тяжелая блесна. Я вам вчера говорил, что, видишь, помимо вот этой блесенки, я еще наклепал еще одну тяжелую блесну. И разукрасил ее. По-свойски. Ну, кто, во что гораздо, да? Так говорят. Вот, видишь, вот блесни. Это ни на какую блесну не похоже. Вот. Я говорил, что жерех, это капризная, как самая капризная женщина. Та же еще хуже. Морозец идет. Туманчик и мороз. Что, под саг брать, что ли? Зацеп, что ли? Вот красота какая, а. Правую ногу засними мою. Далеко утащил. Ой-ой. Я под сага-то нету, а рыбка-то хорошая. Ой, я побежал за под сагом. Не надо никаких. Давайте я за под сагом сбегу. Не-не-не-не. Все-все-все. Один на один с природой, ребята. Кто сильнее, тот и возьмет сейчас. Ну, такой бодрый. Бодрый. Шустенький. Так. Шустенький, хорошенький. Тихо-тихо. Так, сейчас дядь Фаим будет готовить прикормку для сазана. Он приготовил кукурузу, отварил ее. Вот эта отварная кукуруза, да, вот она? Теперь смотри, я че шутлю. Вот раз. Это пшеничная. Талкан называется по-казахски. Талкан. Она даст создаст условия, она будет плавать везде. Теперь, это кукурузный талкан. Измельченная кукуруза. А что она дает? Вот сейчас смотри. Я когда размешаю, то увидишь. Это тара. Казахская тара. Сам бы ел. Понюхай, смотри. Это вообще прелесть. Ребята, от этого даже самый вредный, самый человек, который противный, вот этот талкан дальше он будет кушать. Теперь все это надо размешать. Ну, вы знаете, я магазинные дела не беру. Я только пользуюсь нашими народными. Ой, запах какой пошел. Да. Это для запаха все делается, да? Это для запаха. Вот это мельчающие вот эти вот. Они сейчас создадут такую там атмосферу внутри воды, что даже самый капризный, самый капризный рыба и то подойдет сюда. Теперь на насадку пошли сюда. Вот это более желтое, это что? Да, вот смотри. И вот эта кукура, она более желтая. Так. Секрет в том, что здесь куркума добавлена. Ну что, дядь Фаим, есть что это? Поехали. Есть? Вот это. Так, аккуратненько. Я сейчас тогда запущу дрон. Я думаю, что я удержу. Дядь Фаим, расскажите нашим зрителям, что вы готовите? Плов. Что у нас сегодня будет на ужин? На ужин будет у нас плов. Стоп, еще раз. На ужин у нас будет плов, ребята. Смотрите, морковку я дома приготовил. Видите, сколько? Тут и желтое, и красное. Мясо от шашлыка, которое осталось в косточке, в мосточке, в сарке. И все. Ну, плов готовить умеет практически все. Я скажу, 50-70% кушать. Поэтому ничего такого нет. Печка такая, видите? У меня есть хорошие снасти, но туда надо ставить простые. Чем проще закид, ребята, тем она результативная. А вот это что за приманка такая? Какие-то кубики, я смотрю. Ребята, когда я поймаю, я вам раскрою секрет. Вот только знаете, что нужно делать? Смотрите, отберешь его. Раз, два, три. Вокруг головы. Правильно, да? Так. Ну и потом забрасывай. А где наши золотые крючки? На краю, на конце? Да, вот они. Вот позолотим, видите? Вот эта хитрость, вот эта вот какая-то. Что это за поролон? Это пока не надо говорить, потому что я не знаю результат. За, Софи! Опа-на. Теперь берем, сейчас и напросто подтягиваем и ставим его на подпечку, да? На трещоточку. Э, течение хорошее здесь, смотри. Вот, смотрите, ребята, черви, видите? Хорошие черви. Я его в свои невестки собрал. Вот они, красавицы. Берете их, вот просто, смотри. И удалили в землю. Все, они скрутились. Вот теперь можете вы их насаживать. По несколько штук. Берете вот так одну. Смотрите, ребята. Раз. И можно пять-шесть штуки их посадить. Пусть пучок будет. Смотри, какие они живые. Сейчас я вам один секрет скажу. Только вы никому не говорите. Я бы их сам ел, вот эти червей. Но они рыбам нужны. Понимаете? Я правильно говорю, да? Я бы их сам бы ел. Вот, смотри. Красота. Во. Давай вторую. Еще взял, еще взял. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Пошла рыба, пошла. Опа. Все, нельзя уходить, Володь. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Жерих первый, да? Да. Вот он, красавец какой. Ага. На плесну, да? На живца. Дорогие друзья рыбаки, на этом я заканчиваю свой ролик путешествия. Путешествия, рыбалка ниже моста Кунаева. Ведь благодаря авторитету Кунаева был построен этот мост. Это надо было выбить деньги Центрального комитета Компартии СССР, чтобы Казахстану построили этот мост. Также был построен при Кунаево дворец Ленина, который до сих пор имеет такое великое значение. Ведь представляете, какая красота! Как сочетается этот мост с этой великой рекой Ильи, где до сих пор есть рыба, и при том непростая, можно сказать, золотая. Сколько радости нам приносит. Еще раз показываю, как я за хвост вытащил Сазана. Благодаря остроте Кучка он снова подсекся, и я смог его вытащить. Вот так бывает, ребята. На какой стадии наш ужин? Смотри. Вот здесь вот выделилась жидкость. Видишь, вот? Так. Вот эта жидкость, это от морковки. Я еще ничего не наливал. Сейчас дожарю его, потом налью горячую воду вот эту, и будем делать зирвак, да? Ну, вы знаете, что такое зирвак. Не знаем. Когда кто отдельно готовит, да, ну, допустим, в Ютубе, там миллион подписчиков, миллион просмотров. А когда готовишь его на природе, ну, в порядке вещей. Это, это рыбалка. А на самом деле, здесь тоже так же, смотри, как вкусно получается. Морковка, видишь, и желтая, и красная здесь. А вот это мясо, это косточки от шашлыка. Помните, я отделил, с мякоти сделал шашлык, а с костей, вот, как бы, плов, безотходное производство. Дорогие друзья, все мои ролики очень простые, они идут от сердца. Поэтому смотрите и наслаждайтесь. Еще раз вас с праздником весны. Пока-пока, до встречи.